Господин Аминхотеп и госпожа Ранаи, пожалуйста, держите дистанцию. Здравствуйте. Мы с вами находимся в запаснике правой хоры. У нас есть еще средние хоры и левые хоры. Все это хранилище древних вещей античного мира и египетской коллекции. Первоначально, когда был построен музей, это помещение не предполагалось для такого назначения. Это просто было архитектурное сооружение, завершение Белого зала. Мы стоим с вами над Белым залом. Посмотрим вниз, увидим там выставочный зал. Ну а здесь перед нами бесконечная череда вещей. Почти 6 тысяч предметов, собранных в свое время Владимиром Семеновичем Голенищевым, первым русским египтологом. Собирал свою коллекцию. Голенищев почти 30 лет. Вынужден был продать в 1909 году. И вещи были перевезены в музей в 1911 году в тех витринах, в которых они хранились у Голенищева в Петербурге на Моховой 15. И все предметы, которые вы видите здесь, Голенищев называл их «мои детища». Не памятники, не вещи, не предметы, а именно детища. И переживал он их за их судьбу просто как за судьбу своих детей. Вот здесь мы видим античные вещи, прекрасный торс Афродиты. Вот упокойные статуэтки, которые хранились в гробнице. Вот стеллы. Предметы, которые находят в гробницах, но также они могли стоять и в домах. Изображение карлика Беса. В руке он держит змей, кинжалы, защищает женщин, детей, домашний очаг. Ну и, конечно, весь Египет. Но есть и среди этой коллекции вещи, которые не попали в зал просто потому, что нет места. Ну, допустим, зал, где находятся фаюмские портреты. К сожалению, там не нашлось места для более поздних памятников. Например, вот для этих масок. Они тоже относятся к той эпохе, в которой были созданы фаюмские портреты. Но, к сожалению, у нас нет места, нет возможности выставить эти маски. Эти фрагменты различных ларцов, шкатулок, некогда вырезанных из слоновой кости. Тоже материал не выставляется. И даже он еще до конца не изучен и до конца не опубликован. Очень редкий материал. И мы с вами находимся в святая святых хранения. Вот те вещи, которые находятся в стадии изучения. Это в основном памятники позднего периода. Вот коптский рельеф. Тоже только-только его изучают. Итак, мы с вами побывали в святая святых нашего музея, в запаснике искусства Древнего Египта. Вы видели египетскую коллекцию Глинищева. Я желаю вам счастливого пути. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok